В общем, это ремастер видоса про 2420v2 и RXU470, потому что прошлый ролик был отвратительного качества, и кроемыла и цифр в тестах не было ничего. Заодно некоторые моменты я осмыслил. В общем, этот ролик будет интересен тем, кто посмотрел первый. Ну или просто поддержите просмотром. Вам же не трудно, а мне приятно. Надеюсь, не зря я на это положил свой выходной. Погнали. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые зрители. Один мой хороший знакомый подарил мне видеокарту AMD RXU470 на 4 гигабайта видеопамяти. Я знаю, ты посмотришь этот ролик. Хочу сказать тебе большое спасибо. И за карточку, и за магнит. Я его, кстати, думал налепить на корпус, но потом оказалось, что я все крышки с корпуса снял, поэтому магнит будет на холодильнике. А со скрипышами я ничего выдумывать не стал, и подарил их вместе со своими одному маленькому эксперту, который умеет определять вид скрипыша на ощупь в закрытой пачке. Но вернемся к видеокарте. Пока я тут ее распаковывал, прыгал по комнате и визжал. Кринж, короче. В общем, это Asus Strix 470. 6 пин питания. RGB подсветка значка. И вот ты берешь ее в руки, и кажется, что она у тебя всю жизнь была. Настолько у нее культовые формы. Но встал вопрос о том, как я поставлю ее в свой микро ATX корпус. У меня стояло 1030, которая длиной 17 см, и ей мешали коннекторы жесткого диска. А RX-А длиной целых 24 см. Но все обошлось. Я смог ее засунуть с большим трудом, заранее подключенным питанием и снятым хардом. Теперь моя основная JD-WDW EasyX лежит просто на столе. А на нем лежит бэдовый AA-KS, который работает в рейде с ноутбучным VW или PCX, который в свою очередь нашел свое место в корпусе. Комп у меня построен на Xeon E5-2420v2, который мы тестили еще вот в этом видео. К нему 8 гигабайт, то есть 2 по 4 гига Samsung DDR3 1600. И кстати, насчет рейда. Вот вам данные по скорости жестких дисков. Слева, по отдельности, справа в рейде. Сверху показатели для пустых дисков, снизу и для забитых на 95%. Вот так падает скорость чечения и записи на оставшемся свободном пространстве, при условии, что вы только записывали на диск, но ничего с него не удаляли. Прежде чем мы приступим к играм, включим для RX-А авторазгон. Для этого в настройках радиона нажмем разгон ГП, и через пару секунд наша карта уже разогнана. Если вдруг разгон слетит, можно будет запуститься из заранее сохраненного профиля, а сохраняется он вот так. Еще одна фишка от RX-А. При дефолтных настройках в Месосай автобернер не отображается загрузка чипа. Для этого нужно всего лишь снять галку с пункта «Разрешить низкоуровневый доступ к ГП». Теперь загрузка чипа показываться будет, но перестанет выводиться энергопотребление карты. Игры, игры, наконец-то! Сегодня будут показаны такие настройки игр, при которых комфортно играть, а не максимально возможные FPS для той или иной железки. Начнем с киберспорта. КСГО автоматически максимальные настройки или около того. Вместо мониторинга у нас бегут циферки в углу. В динамике на трене 140-150 кадров в секунду. Просто прибегаю по карте 180-200 с упором в карту, естественно. В Dota 2 я не играю, и поэтому не знал до сегодняшнего дня, что такое динамика. На пресете качества в замесе FPS плавает около 40, без динамики около 80. Понижение настройки графики дает нам 100-110 FPS с одним героем и крипами на экране. Не знаю, можно ли считать динамикой убийства Рошана, но здесь у нас в районе 60 кадров. Варзоны я решил затестить пожестче. Настройки вот такие, около средние, я их руками крутил. При поездке на транспорте FPS колеблется от 50 до 60 и проскакивают пики на фреймтайме. Почему? Заканчивается оперативная память, но надо учесть, что у нас буферизуются тени. Скинуть буферизацию и поставить тени на лоу, и тогда пики пропадут совсем. В Fortnite на средних настройках разрешение 3D на сотку у нас 70-80 кадров. Автоматически выбирались высокие ультра настройки, но игра на них статерила и выдавала порой меньше 50 кадров, поэтому средние тут в самый раз. Дальше пойдем от игр, которые идут веселее всех, к спорным по производительности проектам. Первый Battlefield, и я додумался убрать вертикальную синхронизацию. Ультра пресет настроек. Самые мощные эффекты не роняют частоту кадров ниже 60. Battlefield 5. Высокие настройки и рендеринг последующих кадров включен. Это важно. Около 60 кадров. А про рендеринг последующих кадров скажу вот что. Без него здесь FPS будет примерно 35-40. Полезная кнопка в общем, но не в онлайне, потому что из-за нее растет input lag. Игра, увешанная всеми достижениями видеокарточного хозяйства. Control. Что-то в районе средних настроек. В Control мы получаем около 50 кадров. И судя по частоте карты, процесс ее не догружает. Загрузка процесса довольно странная. На 11 потоке до 90% загрузка, а остальные плюс-минус чилят. Mortal Kombat 11 подобрала вот такие настройки графики. Практически максимальные. Процессор в этой игре отдыхает. Можно вполне приложить на него обработку частиц и облегчить жизнь в видеокарте чисто ради прикола. Ведь прикол в том, что игра умно пропускает кадры в анимациях для поддержания 60 кадров. Как вырубить эту настройку, я не додумался. Kingdom Come Deliverance. Все настройки средние, кроме качества объекта. Оно тут на ультра. Здесь у нас почти всегда есть 60 кадров. Отличные текстуры, несмотря на загрузку видеопамяти на 2 гигабайта. И эту игру называли неоптимизированной. Наконец-то эта игра у меня пойдет. Assassin's Creed Unity. Шестилетняя игра на высоких дает жару моему компьютеру. Карта работает на 100%. Загрузка процессора не бывает ниже половины. Зато используется всего около 4 гигабайт ОЗУ. На крышах получаем 55-60 кадров. В толпе 45-50. Пересыщенная в свое время игра и сегодня дает прикурить бюджетным игровым сборкам. Need for Speed Heat. Средние настройки графики. И при таких настройках мы получаем от 50 до 60 кадров. Игра иногда стателит из-за того, что пользуется жестким диском. В моем случае сразу двумя дисками. И честно говоря, игра выглядит как-то позорно для средних настроек. Какая-то пиксельная резкость. Как будто кто-то навалил фильтров в инстаграме. Я прошел эту игру на 10.30. На самых низких Full HD. С масштабом разрешения 9.10. И мне было норм. Но если бы я сначала увидел игру такой, какой вы видите ее на экране, то не стал бы даже начинать играть. Рексоводы, подскажите, может быть что-то надо подкрутить, чтобы было нормально. Наверняка должен быть выход. На самом деле машина выглядит нормально. Катсцены тоже. А окружение в игре просто жесть. Вот кстати пара фоток с текстурами из Майнкрафта. И какие-то непонятные листочки из земли, которых с переходом на ультра становится больше. Far Cry 5 на средних настройках графики. 50-55 кадров в среднем. И поймали небольшой фриз на 33 кадрах, который я объяснить не могу. В момент фриза произошло падение нагрузки на процессор. Предполагаю, что всему виной частота памяти на 1600 МГц. Это уже маловато. Как и в свое время компьютеры с DDR2-800 не показывали 60 FPS даже в простых для них играх. Но в среднем выходит нормально. Assassin's Creed Odyssey в этот раз фризила постоянно. Я совершенно точно знаю, что это из-за низкой скорости оперативной памяти. Но не справляется двухканал 1600 с этой игрой. Если еще есть некоторые фоновые процессы, которые поджирают Азу. Все, кавказ на фринтайме. Вождокс 2 на высоких в городе дается нашему пока тяжело. FPS держится в районе 30-35. Понятно, что с упором в карту. Но если выставить все на низкое, будет не больше 45 кадров. Повторюсь, это в городе. За городом при любых настройках графики на этом ПК больше 60 кадров в секунду. GTA V. Дефолтный, около максимальной настройки, без лока кадров. По этому отрезку делайте выводы сами. А я скажу общий вывод. RX 470 – отличная видеокарта, которая позволяет играть во все игры на средних и на высоких настройках в Full HD. У нее малое энергопотребление. Она требует только 6 пин дополнительного питания и небольшой нагрев. В открытом Micro ATX корпусе максимальную температуру я видел 72 градуса. В общем, это прям топовая карта для бюджетных, небольших и энергоэффективных систем. Аналогов которой по цене и мощности больше нет. 570 RX-а требует 8 пин питания. 1650 хоть и ест меньше, зато цены кусаются. 1060 имеет слишком большую популярность, чтобы быть выгодной. К тому же 3 гигов видеопамяти, даже для GTA 5 на ультра, недостаточно. Не говоря уже про Warzone и Watch Dogs 2. Процессор мы уже тестировали. И что с 1030, что с 470 он показывает одинаковые результаты. И свои 800 рублей он отрабатывает на 200%. А я вообще взял его за 537 рублей. Но фишка тут именно в оперативной памяти. 8 гигабайт все еще достаточно. Если вы не юзер, не держите открытыми 20 вкладов в браузере Amiga, сбрасываете лишние игровые сервисы и сидите на десятке LTSC. Но двухканал DDR3 себя изживает в принципе. Именно из-за памяти происходят кратковременные падения FPS, иногда даже ниже 30. Но только в играх типа Assassin's Creed Odyssey. Вы видели наверняка, как у меня идет Doom Eternal. То есть как сплошной фриз. Но в остальных играх таких падений нет. Так что мой вам совет. Если прям каждую сотку считайте. 24-20 в 2, 13-56 и 2 по 4 гига DDR3 1600 ECC. Подходит отлично для 30 фпс гейминга. А часто и для 60 фпс. Если же хотите всегда 60 фпс, смотрите в сторону 4 канала. 20-11, например 26-40 или 26-50. Либо 20-11,3, тот же 26-20 в 3 и 4 по 4 гига любой DDR4, который можно купить у резиноводов, у которых с этой памятью фризит. Если нужны именно 16 гигов памяти, но не обязательно 4 канал, те же 26-40 и 26-50 и атерметр с 4 слотами. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.